На что бы хотел обратить внимание? Первое, и я согласен с коллегами, в том, что ориентиром при урегулировании на Украине, в Украине, как сейчас модно говорить, должны быть, конечно, минские договорённости. Хочу отметить, что эти договорённости, к сожалению, не полностью выполняются как одной, так и другой стороной, то есть не представителями ополчения Новороссии, не представителями Украины. В полной мере, пока эти договорённости минские не выполняются, по целому ряду причин, это и объективные, и субъективные причины, но исхожу из того, что все стороны будут стремиться к тому, чтобы эти договорённости были полностью выполнены. Первое. Второе, линия разграничения, она должна быть доведена до конца, должна быть исполнена, и это именно то, что даст возможность окончательно прекратить обстрелы и гибель мирных ни в чём не повинных людей. И это нужно сделать как можно быстрее. Но когда я сказал, что есть объективные, есть субъективные вещи, ну, например, в некоторых населённых пунктах, которые должны быть оставлены ополченцами, выяснилось, что там сами ополченцы из этих населённых пунктов, они говорят, мы не можем оттуда уйти, там живут наши родственники, жёны, дети. Там есть и другие вещи, это такие вроде как субъективные, но в то же время серьёзного характера, и поэтому не учитывать это невозможно. Украинская сторона знает эти проблемы, мы постараемся поспособствовать, попосредничать, порешать, найти приемлемые развязки. То же самое касается других пунктов, где до сих пор находятся представители вооружённых сил Украины, и в соответствии с минскими договорённостями должны были бы уйти оттуда, но пока тоже не уходят. Вот это первая часть. Вторая связана с законом, который был недавно подписан президентом Украины. Я знаю реакцию и оценки, которые были сделаны представителями Новороссии. Наверное, это не идеальный документ, но всё-таки это шаг в правильном направлении, и мы рассчитываем, что и это тоже будет использовано для окончательного решения проблем в сфере безопасности. Есть вопросы с контролем за линией разграничения, и здесь мы продвинулись, на мой взгляд, очень неплохо, потому что договорились о том, что будем использовать беспилотные летательные аппараты, современную технику, которая позволяет определить места нанесения ударов, если такое происходит. Что касается беспилотных аппаратов, то выразили желание здесь совместно работать и Италия, и Франция, и Германия, и Россия примет в этом участие. Специалисты должны будут собраться в ближайшее время в Вене на площадке ОБСЕ и порешать технические вопросы. Вот, собственно говоря, приблизительно, примерно, набор проблем, о которых мы говорили в сфере безопасности.